Дописали все ценники по поводу стоимости подготовки к соревнованиям. Кто будет, блядь, каждый ролик теперь со мной, блядь. Сразу у меня приехал, сказали, блядь, жесткость плохая. Рома ведет Дэна с мысли бажанов. Он же в прошлый раз, блядь, посылку взял, все сожрал и ни хера не отработал. 5 марта мы всех приглашаем вылить в джим на общий просмотр. Ну, собственно, в России, в Москве грех не выступить. Как-то такие долбоебы сюда приходят, вылит, он с ним вместе качается. Привет, у меня, видите, аккумулятор, бумажка, все дела. Ну, Руслан Халецкий, канал Генетик. Мы опять в элит-джиме. Ну что, локти все так же болят, я так же в налокотниках, поэтому я буду делать практически ничего и очень легкие махи. Мы, кстати, поделимся информацией, мы, почему и бумажка, дописали все ценники по поводу стоимости подготовки к соревнованиям в нашей команде. Поэтому уже вот теперь можно смело писать в директ, либо мне, либо Роме. У вас, по сути, на это 4-7 дней, чтобы спокойненько стартовать и подводиться к первому вашему старту, потому что большинство из вас до первых турниров уже 6-8 недель. Все цены прописаны, все цели поставлены, команда собрана, мы готовы с вами работать. Сегодня будет для вас маленькая неожиданность для тех, кто редко листает Инстаграм. Давайте уже не будем много говорить, просто пойдем и покажем. Привет всем! Я хотел неожиданностям показать, а ее нету. Где неожиданность? Сейчас неожиданность придет. Соскучились? Он сказал, ну раз вам так меня не хватает на канале Генетик, кто будет, блядь, каждый ролик теперь со мной, блядь. Каждый. Даже без меня просто. Ромка будет ролики снимать. Буду просто свои ролики снимать тоже на канале Генетика. Кстати, будет проще, да. Мы все еще бородаты, поэтому все стабильно. Это уже хорошо. Ромка, как вы видите, немножечко подсох, потому что не дожирает. Да, все элементарно. Чуть просто, ну не чусь, на самом деле. Процентов, наверное, на 35 у меня просел дней на 4. Вон, неожиданно сходите. Потерялось. Да, да. Процентов на 35 по углеводам просел, по калорийности в целом. И все, и прям начинается с него сразу. Поэтому там какой-то Руслан, какой-то Руслан, блядь. Какой-то турнир будет в... В Таиланде? В Таиланде, да. И 6 недель я Руслану скинул, что я типа успеваю. Я думаю, чего это он вдруг успевает? Неожиданно. А потом смешло. Друзья мои, сейчас. Давайте просто поверни камеру. Всем привет. Что, Катя? А, я сейчас качать буду пиццы бедра. Начну с приводящих. Сразу у меня приехал, сказали, блядь, жесткость плохая. Надо добавлять углеводы, добавлять соль. Добавлять тренироваться. Да, я сказал, надо добавить нагрузку, я сказал. Я не сказал, что она прям плохая. Я сказал, что она может быть жестче. Что углей мало, потому что Денис сейчас сильно, сильно готовый. Вот. Пять с половиной недель осталось, а у него готовность, ну, такая, около трех недель, чтобы быть прям в максимальном качестве. А это значит, что две недели... Да, он может просто уплотниться, округлиться, депол гликогеновые, сделать более объемными к фазе загрузки. Вот поэтому... Вот так совпало. Рома ведет Дэна, а я просто Дэна посмотрел, дал свои рекомендации. Ну, в принципе, как бы это и само собой разумеющество, так как Денис у нас... Подойди сюда, пожалуйста, чтобы ты тоже в кадре был. Так как он теперь вернулся в лудный сын. Да, в команду Генетик. Теперь он в Мурсадор компании Генетик Клаб. Опять? Опять. В третий раз. В третий раз уже. А знаете, что сказал мой один сотрудник, говорит, в смысле Бажанов? Он же в прошлый раз, говорит, посылку взял, все сожрал и ни хера не отработал. Я, говорит, его обратно не возьму. Теперь каждый день выкладываю. Передай Владу привет. Говорю, Влад, привет. Правильно? Скажи, я больше так делать не буду. Не буду. На самом деле, Денис хотел по месте тебя наказать. Я ему запретил. Когда опять пошел разговор по поводу возвращения персонажа в команду, Денис сказал, забудьте вообще, что было в девятнадцатом году. Я говорю, все переосмыслил. Сейчас совсем другой подход, совсем другое отношение к этому ко всему. Ну, соответственно, мы надеемся, что сотрудничество. Да, наконец-то. Мальчик, кто взрослел. Интересно, почему. Постарел уже, наверное. Постарел, но повзрослел. Вот, поэтому сегодня в основном будет в кадре Сан и Денис. Да нет, ну что, ребята, выкачаю сегодня задний пивер с бедра. Я уже сказал, что мы все придумали по цифрам, поэтому пишите нам в директ. И я, кстати, вот что я понял. Есть подозрение, что сейчас у нас за одну неделю будет самая сильная мужская команда по бодибилдингу в стране. Потому что у нас Денис Бажанов, Адам Абакаров. Кстати, Адам мало грузит форму свою. Скажу вам, почему, у него еще не сорвать так плавок. Так, ранний раз он скинул мне отчет, я сказал, как мне это развить и почему нельзя одеть трусы, пожалуйста. В костюме Адама скинул, блядь. Да, в костюме Адама. На самом деле, тоже шикарный у него будет камбэк. Я в этом просто уверен. Он пашет с нереальной силой. Кстати, по Адаму тоже мой очень близкий друг Таса. Вы все его, наверное, помните из выпусков. Так скажем, я, как обычно, вот я тут сверху немножечко смотрю, а Таса на прямом контакте с Адамом. Все идет здорово. Все приемы, которые используются, работают. Кстати, отматываем почти, наверное, год назад или меньше, когда начали работать с Адамом. Помните, он собирался умирать от гематокрита в 56? Да, да, да. Сейчас уже, в котором месяц подготовки, урезание, все. Короче, гематокрит 49 без сливания крови, без каких-то там супер манипуляций медикаментозных, чисто правильное питание, БАДы, и он теперь курит только легкий табак, без тяжелого лапса. Просто человек попал в нужные руки, скажем так, и сразу все по анализу. Ему врачи говорили, что это невозможно, а возможно. Да, врачи у нас много говорят кому, что невозможно, и хоронится их раньше всех. В общем, я начал биться в два раз упражнения сгибания по одной ноге в тренажере для сгибания, блядь. Просто по-другому никак. Поэтому я сюда, а вы можете еще попал. Мы сейчас, Дэн, что-то сделает, потом будем болтать дальше. Приводящий. Давай. Все-таки не ставили. Я не знаю, где-то что стоит, поэтому для меня это вообще просто вот так. Стою тут обычно. Куда идти? Скоро второй этаж откроют, кстати, в Илли Джиме. Поэтому приходите. И еще. Ром, давай сразу с тобой дозначим дату. 5 марта. 5 марта. Стартует у нас. Мы всех приглашаем в Илли Джим на общий просмотр. Если вам недалеко ехать, и вы живете в Сидимгороде, если вы живете в Петербурге, тем более, если вы девочка, вы мальчик, или вы еще даже не определились. Мы будем толерантны. Мы вас определим. Да, но вы планируете выступать или хотите сделать соревновательную форму, именно по вопросам команды. Вот именно с Ромой, то, что сейчас будет сделано, и Ром будет конкуратором и совместно со мной мы набираем спортсменов, спортсменок, кто хотят выступать либо сделать форму соревновательную. Все, кто для себя, это будет отдельная история. Она запустится чуть позже. Да, она будет как школа, она будет чуть позже. Тут будет немного другой подход. Форма. Тут мы не будем учить вас чему-либо. То есть вы должны уже уметь пользоваться программой подсчета калорий. Руками. Вы должны уже более или менее понимать, как качаться, как тренироваться. И непосредственно мы уже будем составлять только программу тренировок. Не будет никаких обучающих видео, как тянуть штангу в наклоне. Понимаете? Как подтягиваться. Вот этого не будет. Это не школа, понимаете? Но контролировать, как вы подтягиваетесь, вы будете снимать, как вы сделали. Или вы будете приезжать к нам на сборные дни. Сборные дни будут каждые две недели. Рома сказал, мне пофигу, я вам каждую неделю отсматривать команду. Мы будем стать вам позированием. Мы будем приводить вам преподавателей по позированию, в том числе особенно для девочек. Потому что, хотя понятно, я вел и веду и готовил на самом высшем уровне, но все-таки у меня уже были спортсменки готовые, которым нужно было корректировать. Походку с нуля я не поставлю, но, девчонки, приходите. Если будет необходимость такая, мы найдем вам непосредственно учителя по этим всем делам. Поэтому, скорее всего, мы вот этот отрывочек тоже для Инстаграма вырежем, да? Вырежем. Запилим его. И этот тоже запилим. И этот на Ютубе, а вот этот кусочек нам нужно. Кстати, у нас прям на 8-ой выпуски какие-то. Ну, а что качаться постоянно? И так, что мы качаемся? Рома будет готовиться на август. Да, у нас в августе месяце анонсирован турнир в Москве. Там будет Pro Qualify и сделали одну профессиональную категорию Classic Physique, которая пройдет здесь. Ну, собственно, в России, в Москве грех не выступить просто. Никуда ехать не надо. Скажу вам единственную причину, почему решение было принято. Рома сказал, что он хочет, чтобы наши ребята могли прийти, посмотреть, поболеть, увидеть вживую форму. Получается, мы в чем-то за границей выступаем и у вас нету возможности к этому прикоснуться. Поэтому мы будем готовиться, чтобы вы могли прийти, пообщаться, пофоткаться и увидеть реально ту форму, которая делается в профессионалах, вживую. Поэтому ждите. И праздник спорта будет прикольный. И у нас много ребят Classic Physique, профессионалов, и в одной линейничке посмотреться тоже интереснее. Я в принципе все вместе еще не стоял. Я стоял с Мишей отдельно, я стоял с Денисом Романовым отдельно. Поэтому, а так, чтобы мы все были в одной категории посмотреть. Очень круто на самом деле. Я думаю, что человек пять, а может быть, даже шесть, одновременно будут выходить. Да, да. Ну, пять-шесть, это будет не про. Грех не выйти. Скорее всего, это будет первый старт мой, и с него мы начнем наш сезон соревновательный. И там уже осталось Ромке накачаться перед этим. Да, осталось начать жрать опять, калорийность поднимать, чтобы вы сам. Потому что, ну, вот чуть-чуть, четыре-пять дней, я, допустим, не в дефиците был, но с учетом тренировок я был в легком пропиците. И все, и сразу начинает сливать. И такой прям сухенький, жатенький, маленький. И да, друзья, внизу будет код на скидку на будущую трансляцию Siberian Power Show. Если мы все дружно туда придем, приедем или будем смотреть трансляцию, совместно мы сможем сделать просто невероятный рывок для нашего спорта. Даже я лично трансляцию куплю, хотя будут находиться там, на турнире. Хотя Рома тоже будет, и Денис тоже будет, и Адам Абакаров будет. И будут вообще практически все, хоть маломальски знакомые вам спортивные рожи. Поэтому смотрите. Это хорошо, все уже в профессиональных лигах pay-free-view, то есть платные трансляции. Все к этому относятся с пониманием и нормально, все любители спорта. А это же такой фестиваль. То есть за три дня сколько будет трансляция стоить? Я пока не знаю. Но быть хорошим очень спитро. Потому что с Дэном Людсоном, я вчера говорил с Денисом, я на самом деле вот то, что вот сейчас я вам прочитаю. А я пока сделаю подход. Сейчас я вам прочитаю, что а я уже говорил, Илья Галем, он тоже едет на Сибириан Пауэр Шоу. Поэтому ну кто хочет увидеть самого огромного культуриста на планете в данный момент? Ну вот где вы еще смотрите его встретишь? Вот на Сибириан Пауэр Шоу. Поэтому ну друзья мои, это того стоит. Мы можем изменить историю спорта, изменить индустрию. Руслан, так за шагом все изменится. Никто даже не понимает, что мы делаем. в этом году благодаря твоей поддержке и поддержке людей я уверен спокоен как никогда. Просто делаю свое дело и в него верю. И это благодаря вам. Ну, вам это не лично мне, не на вы ко мне. Благодаря вам и мне, и ему, и ребятам, которые тренируются. То есть Сибириан это лучшее фитнесе, что происходит на территории Российской Федерации, а возможно даже всего нашего континента. Потому что ни один европейский турнир, ни один элит-про-турнир, ни один чемпионат Европы и мира европейский, они все дружно не то, что курят, они у Сибири она ссут. Я не был в США, я не был на Арнольде, я не был на Олимпе. Я думаю, только там уровень и атмосфера они могут быть приближены к Сибириан Пауэр-шоу. Об этом турнире говорят за границей, иностранцы мечтают туда попасть. А у вас есть такая возможность. Поэтому вот там мы с вами все увидимся и будем кайфовать. Сведение отличного упражнения для доработки, но есть движение, которое может выступающему атлету дать вот эту невероятную глубину и дефиницию передней фронтальной бедра, очень много фронтальных пост, плюс по какой-то неведомой причине к Денису есть вопросы по ногам, хотя, кстати, на первом турнире он выступал в том сезоне их не было. Потом из-за определенных манипуляций и подводки просто ноги посыпались. Они хорошие. И просто надо сохранять от турнира к турниру. И вот эту глубину нужно добавить. Вот для этого мы сделаем сейчас приседание. Нам только вот там гриф есть. Ну, зал новый, поэтому как это потеряшка. В первую очередь надо будет начать не торопясь движение, не глубоко, чтобы ничего себе не растянуть. Это очень важно. Будет присед с стороны в сторону. под собой мы не будем штангу поскольку нога достаточно широкая и мы начинаем плавно приседать из стороны в сторону. И где-то движение к 15-ому, когда ты разомнешься, начнешь приседать все глубже и глубже на каждую ногу. И по итогу ты должен уйти практически в полный присед на одной ноги. Дэн уже подразмят сидениями, поэтому комфорта не будет. Прошу. На самом деле движение фантастическое, ребята. Очень вам рекомендую в свою программу на ноги его включать. Отличное движение, оно весьма уникально по своей структуре, иначе ты его и никак эти мышцы полноценно не вовлечь в работу. Ты вес большой не нужен? А? Вес не нет. Тут я думаю килограмм. ну давайте так, в 40, сейчас точно не больше 40. Мой рекорд это 60, это страдания. Да и смысла нет. Лучше больше объем, видите, темп небольшой, чтобы не травмироваться и не было доп. инерции. Сейчас блинчики накинем, а я ходу. Мои блестящие гантели. А, это же было не на моем канале. Ребят, получается на прошлой неделе я был у Дениса Вовка в гостях. И он должен был научить меня делать выход силы на две руки. Я его никогда в жизни не делал, не умел, не обладал, не обладал, да и на самом деле до сих пор не обладаю техникой. На локотнике неспроста. Я получил серьезную травму по правому локтю. Он до сих пор болит очень сильно. Я опять очень дернул плечо. смог ли я сделать выход силы и как он получился. Дождитесь ролика у Дениса на канале. Я на него естественно сделаю себя в инстаграме ссылочку. Он, наверное, думал, что я ему блины повешу. Ага. Вот. Но скажу вам одно. Вот эта вот попытка сделать выход силы на две была, конечно, глупостью. Особенно в данный момент, когда я оффсизон. я после короны растренированный. Бля. Я же в середине съемок травмы получил и потом дергался дальше. Мы же не сдаемся. Мы же это. Альтернативно одаренные. В общем, закончилось все серьезными болями, которые получается уже больше недели со мной. Но ничего не оторвалось. Постепенно проходит. Будет нормально. Но не нужно принимать каждый вызов в этой жизни. иногда нужно много лет назад я прочитал крутую фразу сказанную. Сейчас скажу вам. Скажи мне, Леха, я скажу тебе. Брюс Виллис в интервью журнал Esquire. Есть такой старый журнал. Переводится, кстати, Esquire, как старый приятель. Если кому-то это будет полезная информация. Он должен был продолжать фразы. Там такая рубрика была, где известный человек продолжает фразы. И вот фраза звучала таким образом. Я не настолько крутой. И Брюс Виллис продолжил словами. Я не настолько крутой, как все думают. Если что, я лучше пойду домой. будьте как Брюс Виллис на самом деле. Если я поступил по его рекомендации, я бы просто слился со съемок, подождал бы два месяца, вернул форму, пришел бы в нее полноценно и думаю, что с легкостью выполнил бы поставленную задачу. А по итогу получил то, что имею и практически не могу нормально спать из-за болей. Вот такая история. Думаю всех выиграть. Хотелось бы попасть в призы на всех соревнованиях. А то как-то уже после прошлого сезона неохота хуже выступить. Поэтому я думаю, сейчас форма будет лучше. Ромка по углям у меня намного все больше. Ромка как-то в питании говорит, ты слишком сильно вырезаешь. Базируем. Ну на Сиберину думаю опять в про я попаду. Чуть уж в любителях в пятерку у меня получится войти. Поэтому дай бог там и в призы опять получится. Хотя говорят конкуренция огромная. Ну все равно буду надеяться на лучшее. Ну и все. Про карту я уже на Ромкин канал говорил активировать не стал, потому что турнир один. Захотелось ну просто подзаработать выйти на Питере. Два турнира будет 9-го Питер Питер 10-го юбилейном силовых там что-то такое силовых короче силовых силовых искусств будет турнир. Потом вроде как в Челябинске чемпионаты России ну там планирую выйти. А там уже от мест зависит ну если все хорошо буду хорошо себя чувствовать то естественно Европа и дальше так как спонсоров в плане поездок пока нету ну и нет пока смысла активировать прокарту то есть это уже затратно пока я не вытягиваю то есть сейчас от этого сезона толкнусь я думаю что форма будет лучше я постараюсь с помощью ромки еще быть больше и суши поэтому болейте за меня только не сильно не короны а прямо чтобы я выиграл так что приходите на все турниры кстати будет вроде как трансляция на Сибирь Пауэршоу и там будет еще промокод там вроде скидка будет хорошая так что тоже по моему промокоду будет хорошая скидка естественно трансляция платная но уровень высокий поэтому ну что там 500 рублей там 900 не заплатить посмотреть в нормальном качестве турнир поэтому тренируемся Пашем ребята можно будет в стрингах на Дениса смотреть это не стоит 700 рублей с букетом я не буду выходить не рассчитывайте цветов а еще в прошлом сезоне у него самая дурная привычка была самое плохое как всякие долбоебы сюда приходят вылет он с ним вместе качается вот этот самый у тебя есть программа написали не просто так а ты с каким-нибудь волоебом делаешь какую-нибудь дурь абсолютно вот причина поэтому я к Португалии готовился в этом спорт лайфе и делал там все свое вот поэтому очень-очень важно на высоком уровне понимать ценность каждой тренировки прям вот каждый каждая тренировка это кирпичик готовятся все все готовят сидят на диете и вот получается каждое твое лишнее движение каждая там блин не та не та съеденная еда там каждая ну даже не знаю вот спал ты и подушка у тебя плохая или в комнате влажность не та в общем-то все маленькие элементы могут к чему-то привести потому что готовятся все все собираются выиграть ты можешь быть трижды там одаренным и пахать а другой может быть тоже трижды одаренным и пахать чуть больше и хоп и он выиграл да а мы вставили тут в прошлый ролик-то про это про самостоятельность да? да-да-да посмотрел сделал от себя и получил хуятины да я думал я там что-то мудрое умное сказал да-да-да хуню какой-то вот готовки расскажи почему раньше все было ужасно а с Ромой все здорово Рома хотел так вопрос построить он просто стесняется скажи какой Рома волшебный Рома кушает заставлять больше на сушке сам не кушает ни хера а где он заставляет на сушке я говорил жрать вот так вот но а на массе готов жрать вот так вот мало у меня все наоборот как просткартер делал сделай скартер пока все супер идет сейчас даже поменяем немножко сплит буду тренироваться два раза в день за 8 дней будет два раза прорабатываться мышечная группа немножко по-новому для меня но будем пробовать и поэтому еще и добавили углевод посмотрим что выйдет думаю будет питание менялось да сильно получается углеводов больше то есть сейчас уже получается сколько осталось 6 недель нет 5 недель 5,5 недель до старта а у меня 500 550 углеводов это углеводов это не просто там просто 500 там риса или что-то там это грамм 700 то есть я буду наполовину с картошкой буду делить рис и картошка то есть 550 углей и каждый четвертый день будет рефит 800 углеводов вот 2 тренировки в день ну это для меня по-новому то есть я ну было ну было так же ну не так же то есть была кардио тренировка одна в день и углеводов намного меньше то есть в самой стадии начала сушки было 500 углеводов но потом урезали 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 то есть 300-250 ну то ли я плохо сох то ли наоборот надо было больше углеводов добавлять чтоб я быстрее сох ну сейчас экспериментируем ну по форме я сейчас намного готов раньше чем в прошлом по тренировкам ну по тренировкам по тренировкам как-то Рома говорил что он меня не не тренирует но какие-то вот коррективы вот в плане сплита что-то там по дням мы немножко поменяли то есть местами что-то совместили поэтому вот в этом плане да поменялось надо мной он не стоит конечно тренирует но кто знает может в будущее еще и обращусь вот да а ну больше воды больше воды да 7 литров воды пью минимум в дни ног наверное даже еще больше 8,5 литров воды в том что до этого я пил где-то литр 4 больше не мог разогнался привык отлично в туалет сейчас чаще бегаешь да знаешь мне кажется я меньше отекать наоборот стал то есть меньше отекаю и более такой более под наполнение но не хватает углеводов поэтому еще добавили углеводов по праву по жиру докажу пока все меняется уже три раза кромки за две недели съездил посмотрел прогресс идет вес стоит прогресс идет думаю сейчас углеводов добавим ну с жиром тушь я точно не заплываю вес я думаю увеличится на 2-3 кг уж точно а там уже ближе к старту будем смотреть может подожмемся чуть-чуть если и будет смысл так все по факту вот приехал он сказал да круто делаем столько жрем столько все так и будет поэтому нужен для этого нужен тренер чтобы здесь и сейчас ты мог спокойно приехать там не навыдумывать себе ничего там а то обычно начинает ах кожа толстая блин значит надо углеводов урезать да нет все наоборот углевод нужно добавлять поэтому многие выходят плоские обессиленные поэтому и формы никакая поэтому экспериментируй да конечно значит а что негативить негативишь и все сразу все и форма теряется и какой смысл уже ну и тренироваться тренировки не те поэтому я как-то не заморачиваюсь занимаюсь тем чем мне нравится вот и все многие там говорят зачем зачем ну потому что нравится по кайфу я занимаюсь с 12 лет профессионально конечно я позже начал заниматься в 26 ну это дело все моей жизни поэтому мне по кайфу ну как знаете я к нюансам отношусь с большой очень ответственностью вы не смейтесь я раздул ромку у него были мягкие кроссовки в общем чтобы он делал тягу правильно правильно нагрузка по стопе кстати вообще в целом тренировать ноги ну босиком если нет обуви адекватной и в зале это позволительно то вот ну вот без кроссовочек крома будет сделать тягу зато будет правильная нагрузка и замок полезнее вот так ну и можно сказать если у тебя сейчас ничего не болит кайфуй потому что бывают такие моменты что-то случается и потом ты начинаешь понимать что ты не ценил такие свои возможности сумасшедшие это касается спорта тренировок это касается образования то есть я к примеру дико жалею что там меня в детстве раннем не нагружали учебой родители потому что видимо есть какие-то природные данные если бы больше было в то время напихано в голову можно было достичь еще больших результатов и спорта касается его не было в гипер присутствии были данные во дворе турники во дворе футбола но это не то занимайтесь своими развитием вот я сейчас скажу честно я не потребляю никакого развлекательного контента вообще ну самое развлекательное что есть это музыка в машине и то не часто чаще это книги я не смотрю фильмы не смотрю сериалы я не играю в playstation я только тренируюсь тружусь работаю и учусь ну самое ну у меня есть кайф да у меня есть сумасшедший кайф у кого-то из вас тоже он есть у кого-то он появится это ребенок вот с ней мы строим лего с ней мы делаем подделки с ней мы там всякие опыты ставим химические детские разные там с поджиганиями вот это невероятно это этот позитив это эти эмоции это любовь она заменяет ну все она заменяет все это то что вам дает невероятную энергию и больше ее даже черпать ниоткуда и не хочется босиком комфортно кстати прям очень комфортно намного устойчивее хоть и кроссовочки и достаточно подошва плоская и сцепление хорошее но прям с этим босиком комфортнее и и и и и ручка обратили понимаешь по ручку постоянно босиком ноги тренировать и смет и все да много кто нет работы дубамство там проблема с грыжами с его все по здоровью такой чувак вот он видео выкладывал там рассказывал с какими проблемами ему пришлось столкнуться на подготовке так что там тоже он вывозит очень много помимо там его почек да проблем с почками у него еще и проблемы вот с позвонками так что он молодец он красавчик я надеюсь он еще четвертую возьмет статуэточку вот а потом там я подтянусь и подменю его да ха-ха-ха-ха вот с Денисом айбб про карту ему возьмем да он про карту или ничего не будет в элит не пойдет он ну нету смысла нахуй нам этот элит нужен вот ему стабильно хорошее межсезонье не отдыхать а прям хорошее межсезон провести и опять грамотную подготовку я думаю следующий год после этого соревновательного сезона следующий год под весну где-то в районе 125-127 выставлять вообще без проблем Денис не хуже одарен чем сухоручка Влад Денис не хуже одарен чем ну многие про он генетически очень круглые красивые мышцы просто нужно именно вот по жесткости по плотности и по массе еще немножечко поднабрать и ну мне кажется он не хуже будет реганграймс который тоже топовые места и выигрывает про турниры абсолютно не хуже будет смотреться может быть с точки там зрения какой-то как сказать там фотогиеничности да реганграймс такой более уже медийный раскрученный и все и все вот с этой точки зрения да но Денчику нужно поправить финансовое положение в первую очередь вот и если с финансами все будет хорошо и будет возможность летать на зарубежные турниры то лучше летать на NPC в Европу чем на Elite Pro в Европу объектив нет там у него есть какая-то перспектива на карьеру профессиональную в Elite Pro нету перспективы никакой он может прямо в этом сезоне уже уходить в Elite Pro ну нахуе лишние вот эти движения простите за мой французский пожалуйста Леха надо завершить ролик вот надо завершить ролик поэтому мы завершаем ролик всем пока пальцы вверх подписка друзьям скажи